Всем приветики! Вы на канале Тучка, и это новое видео про секонд-хенд. В этот раз у нас стукнули такие морозы. Больше ни о чем не могла думать, кроме как о сезонной одежде, теплой, поэтому очень много будет сегодня всяких разных кофт. Также еще покажу вам свой заказ сюрприз-бокса из секонд-хенда. Прикольная штука, я снимала про это шортс, у меня есть на канале он уже. Вот кому интересно посмотреть процесс распаковки мои первые эмоции, можете перейти посмотреть. В общем, не будем медлить и начнем. Поехали! Первое хочу показать вот такую вот теплую базовую жилетку в сером цвете. Ее я покупала на отдельной скидке, взяла ее где-то в районе 400 рублей. Очень мягкий материал, прям нежный. Обычно сочетаю с топом сердечко, я вам покажу сейчас вставочкой, как оно выглядит все вместе. И мне это очень нравится. Одеваю еще розовые штаны и выглядит очень мило, при этом тепло. Чаще всего одеваю это в колледж, на работу и так далее. Дальше вещь очень тяжелая и тоже очень теплая. Это кофта на замке. Мне кажется, ее легче показать в примерке. Вот здесь вот поближе вам покажу ее материал. Она очень плотная, связанная. Я ее очень полюбила. Мне, не знаю, мне понравилась ее расцветка. Довольно приятное сочетание цветов. Голубого и коричневого. Какой-то от нее вайп свой такой. Единственное, что в ней я не могу застегнуть полностью ворот, потому что мне слегка давит. Я, в принципе, не люблю вещи с горлом, потому что есть ощущение, что он мне сдавливает горло, как-то меня душит. В общем, напишите в комментариях, у кого такая же проблема. Ну а так, в целом, кофточка вообще суперская. Даже за счет того, что я не до конца застегиваю ворот, он все равно хорошо прилегает к шее. И когда я надеваю ее на улицу, я лишний раз тем самым утепляю горло. И меня точно не продувает. Наверное, разбавлю джинсами. Давно хотела себе джинсы, очень давно. И никак не могла найти в секонд-хенде нормального качества. Либо я ходила на большие скидки, и джинсы уже оставались либо большого размера, либо маленького, либо какие-то длинные, короткие. Короче, все не то. А в тот день скидки еще таковой не было, но была отдельная скидка именно на джинсы. А в эти дни очень классно ходить именно на конкретные вещи, и можно найти реально достойное. У меня вообще талия обычно узковата. Ну, она где-то 60-61, иногда 63, да, в зависимости от периода, как я там кушаю булочки сладкие и так далее. А бедра всегда, ну, 95 где-то. И очень сложно найти такие джинсы, чтобы они сели и по талии, и по бедрам, и по длине. Потому что рост у меня тоже 173. И тут просто они настолько идеально сели, вот эти вот джинсы. Это, кстати говоря, потом я увидела, что это из H&M. Ну, H&M уже у нас ушел. Но все равно можно найти остатки в секонд-хендах, в каких-то сэшках и так далее. Довольно классического кроя, так скажем. Цвет у них очень приятный, светлый. Я именно такие и хотела, прям гонялась за светлыми джинсами. Они довольно расклешенные, что тоже плюс. И длинные, прям даже чуть-чуть опускаются на мои кеды. В общем, все критерии. Это и цвет, и фасон, и посадка. То есть по всем моим параметрам села хорошо. И по длине, и по ширине. Короче, я не знаю, как так это. Звезды сложились тот день, и я просто нашла свои идеальные джинсы. Но вот на какие-то праздники я бы их, наверное, не надевала, потому что я их иначе уже не застегну. Потому что они прям по талии сели. Притык, то есть хватает немного места, чтобы покушать, но не переедать. А вторые джинсы, они уже более удобные, универсальные. Такие стиль White OK, да, который сейчас у нас до сих пор остается вроде как. Более широкие, с карманами. И они уже цвета темные, такой джинсы. Карманы по бокам. И, в принципе, они прям по бедрам сидятся. Не по талии, а вот приопускаются слегка на бедра. Сидят свободно. Хорошо, можно в них как раз-таки нажраться уже. И ничего не будет сдавливать. Напомню, в начале ролика я говорила про то, что я заказывала в онлайн секонд-хенде сюрприз бокс. В общем, такая идея, когда ты заказываешь бокс из секонд-хенда, и ты не знаешь, какие вещи тебе придут как сюрприз. Ну, при условии, что ты можешь выбрать только одну вещь. В общем, такая вот стопочка мне пришла в очень красивой запакованной бумаге. Сейчас покажу сразу же то, что я выбрала изначально. И то, что мне уже положили, что я абсолютно не знала. Топ-бабочку. Вязаную ручную работу. У меня есть уже подобное. Только в розовом цвете. Сейчас я ее вам покажу. Сейчас так вот сильно непонятно, но я вставочками покажу по фотографиям. В общем, у меня была розовая. И я очень захотела еще в другом цвете. Летом будет очень круто гонять. Или весной, когда можно будет сочетать с рубашками и ходить на улицу. Потому что будет не жарко. Будет очень комфортно, тепло. Ну и еще дополнительно две вещи, сюрпризы. Мне положили это свитерочек и рубашку. Рубашку, как я поняла, под топ-бабочку, чтобы сочетать вместе. Смотрите, как сочетаются цвета. Я вам тоже вставочку покажу, как это смотрится. Отдельно рубашку не знаю, буду ли я носить. Потому что рубашку я как-то не особо сильно люблю гонять. А вот если это какой-то образ, сочетание, то почему нет? Ну и еще положили дополнительно свитерочек. Как я уже говорила, не сильно люблю вещи с горловиной. А он как раз таки с горлом. Вот такие у него здесь ромбики. Дальше я покажу уже кофты, которые, внимание, я зашла и купила все по 100 рублей. У них была категория джемперы. Отдельная скидка была на них, они стоили по 100 рублей. То есть я потратила за 4 свитера 400 рублей. Я просто обожаю секонд-хенды. Первое покажу в розовом цвете джемпер. Какой-то бренд довольно такой, вроде бы, известный или нет. Я не разбираюсь. Но мне в целом понравился фасон этого свитерочка. Я, значит, немножко протупилась. Обычно я все вещи сразу же стираю после секонд-хенда, как пришла. На этой вещи не было бирки. Я не понимала, как конкретно ее стирать. Вручную, не вручную. Но я решила, чтобы наверняка вручную постираю. Я замочила на 2 часа в такой, знаете, ну в холодненькой водичке. Все с порошком, потом постирала. Все вроде бы хорошо. Но когда она высохла, видимо, я слишком сильно как-то выжимала. Либо еще что-то, но у меня... Либо она висела так, у меня растянулись рукава. Если что, вот этот вот кусочек розовый. Он был, ну, как минимум, поменьше вот настолько. Чтобы вы понимали. Но в любом случае, можно что-то с этим придумать. В любом случае, 100 рублей. Как бы, да, не жалко, что я его сильно испортила. Следующий свитерочек. А это красный. У меня не было в гардеробе красного цвета. И я, наконец-таки, нашла для себя какую-то красную вещь. Она садится, ну, по талии. При этом потом она здесь становится свободной, что ли. Не знаю, как объяснить. При примерке, я думаю, будет понятно. Вроде бы обычная красная кофта. Вроде бы и нет. В общем, буду сочетать с чем-нибудь еще так же акцентно. В общем, просто понравилось. И материал, и качество очень хорошенькие. Пройдемся больше по базе. Вот это прям белоснежный свитерочек. Он прям идеально белый. Мне кажется, в любом случае, всегда не хватает каких-то белых вещей. Белый — это базовый цвет. Всегда со всем сочетается. Можно как-то наслаивать в образах и так далее. Либо просто носить так, как есть. Материал немножко, правда, такой, знаете, вроде бы мягкий. Вроде бы и скрипучий. В целом, при носке мне комфортно. Это главное. Ну и, наверное, последняя вещь, которую я вам покажу. В общем, вот такой вот свитерочек. Наверное, непонятно. Это полупрозрачный связанный джемпер. При этом у него рукава очень свободные. Такие, знаете, парящие, летящие. Как красиво, нежно смотрится. На головине есть завязки. То есть, можно немножко утянуть, расслабить и так далее. Ну и, в любом случае, нужно под низ что-то надевать. А у меня как раз была маечка, недавно купленная из секонд-хенда. Внимание, 50 рублей. Тоже базовая, бежевая. Хорошо садится по фигуре. И, в общем-то, я их вместе сочетаю. Так скажем, сочетание одежды моё любимое теперь. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. И буду очень рада вашей подписке на мой канал. Каждый комментарий читаю обязательно. Ну, в общем-то, это всё. Всем добра и всем пока-пока.